Всем привет! Если вы в детстве мечтали стать космонавтом, сегодня в выпуске мы вспоминаем и смотрим фильмы о космосе. В компании Мэтта Дэймона попытаемся спасти себя и картошку на Марсе. В компании Капитана Америки постараемся уцелеть на Земле. А для помнящих свою историю картина «Главный» про человека, без которого космические корабли не смогли бы бороздить просторы Вселенной. И чтобы вам непременно захотелось сказать про выпуск, что это ну просто космос, мы подготовили для вас отличный конкурс. Главным призом станет возможность озвучить на русском языке персонажа голливудского фильма. Ну что ж, как сказал Гагарин, поехали! Фильм «Марсианин» доказывает две вещи. Мэтту Дэймону чертовски идет скафандр, а вот Ридли Скотт все так же прекрасно снимает о космосе. Хотя чужих здесь и не предвидится. Скажем, свой среди чужих просторов Мэтт Дэймон в нашем обзоре. Экранизация книги всегда опасная затея. Экранизация масштабной истории про человека, случайно забытого на Марсе – настоящий вызов. Спасать рядового космонавта Дэймона с большой звезды будут не меньшие звезды Голливуда – Джессика Честейн и Джефф Дэниелс. Ридли Скотт прекрасно чувствует себя в просторах безграничного космоса. Режиссер фактически создал собственную вселенную чужих. Если в своих предыдущих космических фильмах герой Скотта борется с пришельцами, в его последней картине герой борется с обстоятельствами. Марсианин не только исследует макрокосмос, и сколько микрокосмос. На что способен человек, оказавшийся в полной изоляции на планете, непригодный для жизни. Смогут ли сотрудники НАСА вернуть героя домой – узнаем на TV1000 Premium HD в пакете Viasat Premium HD. Сюрприз! Российский кинематограф старается не отставать от зарубежных кинодеятелей и тоже воспевает своих космических героев. История Сергея Королева, без которого был бы невозможен полет первого человека в космос, и запуск первого искусственного спутника Земли давно ждала своего часа. И, кажется, дождалась. Картина «Главный» рассказывает о главном человеке в истории мировой космонавтики. Сложный с человеческой и научной точки зрения полет в космос – задача, способная напугать многих, но только не истинного героя. Сергей Королев исполнил мечту миллионов и на своем примере доказал, что невозможное – возможно. Фильм «Главный» – это вторая картина режиссера Юрия Кары, снятая про выдающегося ученого. Королев прошел свой собственный непростой путь через тернии к звездам и навсегда вписал свое имя в историю покорения космоса. Увидим, как великие идеи подчиняются отважным в компании «Мегого». Кедр, как слышите? Минутная готовность. Заря, я Кедр. Вас понял. Минутная готовность. От героев детства до супергероев вселенной Марвел. История «Капитана Америки» выглядит куда интереснее, если смотрится подряд сразу три фильма о герое Второй мировой, включая последнюю картину «Первый мститель. Противостояние». Так что откладываем все планы, потому что пропустить такое просто невозможно. «Капитан Америка» создавался как пример для подражания для американских солдат. Смелый и решительный герой комиксов вырос в героя мирового масштаба. В компании и себе подобных «Капитан Америка» пытается спасти не только нашу планету, но и внутренние отношения со своими напарниками. В новой части «Первый мститель. Противостояние» сделать это особенно непросто. Противостояние с внешним злом медленно сменяется на противостояние внутри сплоченного коллектива супергероев. Трилогия о герое, которому возраст не помеха, в мировом прокате собрал больше миллиарда долларов, а численность армии поклонников растет в геометрической прогрессии. Потрясающие спецэффекты, незаурядные злодеи и смелый юмор — визитная карточка Марвел. Посмотреть все три фильма и выбрать, на чьей стороне лучше, можно вместе с киносемьей. Это конец. Да я только начал. Те, кто смотрят нас постоянно, хорошо знают, как сильно мы любим проводить среди зрителей конкурсы. Ведь отгадывать загадки интересно, а получать за это подарки ну просто приятно. Итак, конкурс на Дом.ру. С 3 апреля по 1 мая внимательно смотрите телеканалы пакета «Настрой кино», «Кинопремьера», «Кинохит», «Киносвидание», «Киносемья» и «Мужское кино». Еженедельно в эфире будет появляться вопрос, связанный с фильмом «Притяжение», эксклюзивный показ которого состоится на канале «Кинопремьера» 26 апреля. Отвечайте на вопросы в разделе «Акции» на нашем сайте «Дом.ру.ру». 30-й правильно ответивший станет счастливым обладателем планшета, экшн-камеры и других ценных призов. Главный приз – возможность озвучить на русском языке персонажа голливудского фильма – будет разыгран среди победителей 4-х туров. С полными правилами конкурса можно ознакомиться на сайте «Настройкино.ру». А на сегодня у нас все. Мечтайте смелее и помните, что космос не предел. И обязательно заходите на наш YouTube-канал. С нами «Хорошо как дома». До скорых встреч. Пока.